Доброе утро! Вперлись в какую-то умопомрачительную рань в Пинске и мутим завтрак. Ну как мутим? Мария Сергеевна мучает моя милая девочка, мой милый партнер по этому путешествию. О, скоро шиканем. Представьте, Пинск, Песта. Помидорки? Помидорки, ППП. Это завтрак называется, завтрак, не было роскоши. Сегодня гоним, я надеюсь, доедем до Гомеля. Приезжаем из Пинска. Еееее. Даже чувствуется, вот чем ближе уже, вернее, чем дальше уже отъезжаешь, чувствуется сейчас обратное притяжение домой, честно говоря. Перевалило наше путешествие далеко за экватор, и уже обратная тяга ощущается. Как тебе, Денчик, в Полесье? Скучновато. Дорога, сплошной лес, редко бывает что-то такое интересное. И я тебе заготовил один небольшой сюрприз. Вау, я люблю сюрпризы. Конечно, Петр Коу по сравнению с Пинском сливает. Мы правильно едем вообще? Да. Все верно. Если без пассажиров. А что мне делать? Как без пассажиров? Ну, подожди, не бесит. Я не собираюсь никуда вылазить. А как я переправлюсь, если без пассажиров? Все нормально. Не волнуйся. Не волнуйся. Да. 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 Не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся. Форсаж. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, туда вопройдите. Да, я как раз и иду. Идите туда вопройдите. Там я буду ехать. Что ты хочешь сказать? Погашите, генчане. Какой тебе ночной мастер? Такое мальчик, представляете? Вот это все на себе тянет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И наша малышка! Ееее! Ну что, как тебе? Ну как тебе? Мне вообще очень волнительно. Особенно ты сидишь такой, и, блин, и тебя трясет, просто как бросит. Жесть, жесть. АПЛОДИСМЕНТЫ Живописное небо. Ничего удивительного. Да, Дэнчик? Ничего. Ничего нового. А вот там какие пухнатики беленькие. Красиво. Ну, вот тут симпатично в этой части. Ну, конечно, когда въезжаешь в город, тлен полнейший. Может, у них есть нормальные вывески при въезде, просто с другой стороны? А мы с какой-то локальной не очень ездили. А что там? Какие-то... Знаешь, что это? Это что-то старое или нет? Ясно. Автоэкскурсии с вашей Ленчиком. Весь город не ходя из машины. Такой Ленин страшный. Ой, мамочки. Злачно. Что? Сложно. Ну, да. Тут такие дороги интересные. У них развязки. Такие, да. Как поется в песне, покемон не ловится, не растет кокос. А мы в Мозыре и идем в славное кафе. Идем в кафе кокос, чтобы съесть какого-нибудь супца. Самое интересное, что уже на подходе к нему пахнет щами. Супцом. Такими наваристыми. Мы надеемся, нам не дадут по щам. Мозырю мы уделили, к сожалению, мало времени. Нужен один экстра день, которого у нас, к сожалению, нет. Поэтому сегодня поедем в Гомель. Я в Мозыре был раньше и видела этот город довольно хорошо. Мэри Сергеевна не видела. Ну и невелика потеря. Вера Парел. Вера Парел. Вера Парел. Интересный рельеф. Вход на территорию замка платный. Тихо, сейчас мы еще не заплатим. Это стоит. Сколько стоит у вас? Пятнадцать. Приветики. На это мы не рассчитываем. Пятнадцать тысяч входной билет. За видеосъемку пятьдесят тысяч. За фотосъемку десять. Это требует в Мозырском... чтобы попасть вообще на Мозырский замок, на Замковую гору. По-моему, это перебор, если учесть какой там новодел и какое все немножечко бутафорское. Поэтому мы идем обратно. Сядем в нашу машинку и поедем домой. Пока-пока, Мозыр. Нефтикач. Прикольно. Они такие у нас малютки вообще. Малюсенькие. Нефтикачалки курильщик. Еще даже что-то смешно посреди поля. Да. Даже как-то чересчур смешно. А это что за вышка? Вон еще. А это делают, тут скважину как раз бурят новую. Ого! Ничего себе, ну интересно так, конечно, посмотреть. Привет, Гомель. Через пятьсот метров верните налево. Окей. Мы приехали в Гомель и хотим остановиться в геохостеле. Пока что это самый интересный вариант хостела, который я видел. Ну что ж, посмотрим, что нас ждет дальше. Опачки. Кандинский. Ха-ха-ха. Репродукция, как вам? Поднимаемся в нашу комнатку. Практически каждый раз, когда мы его заезжали, населили на третьем этаже. И этот раз не стал исключением. Да, Дэнчик? Дэнчик тянет чемодан. Норм. Мы решили начать рассматривать город от вокзала, потому что единственный хостел в городе... Ну, на окраине, но не так далеко на самом деле. Впечатления пока не очень. Сейчас пройдем по старой части. Пока ощущение такой большой советскости. Сейчас пройдем по скверу, посмотрим, как тут обстоят дела. Ну, потому что на самом деле очень вот это вот дело неприятно. Первый раз такое вижу. Вот что, проехав через всю Дворусь и насмотревшись на многое, в старые части города в самом центре, ну, вот такого мусора... Вот такого мусора мы еще не видели, конечно. О-о-о, мне нравится, что здесь розы. Это здорово. Не во всех городах розы. Интересно, они пахнут? Пахнут. Пахнут красиво. О-о-о, мои мамы такие цветут. Ммм, чайные. Чем дальше от вокзала, тем чище и приятнее вокруг. Единственное, здесь как-то совсем не густо по деревьям. Может, их пару лет назад обрезали, они еще не оклемались до конца. У-у-у, какая корга! А вот тут нам нравится. Очень-очень приятный сквер такой весь зеленый. Макдональдса тут нет, зато есть Биг Мак. Да, зато есть Биг Мак. Мы не будем пробовать. Мы в пресловутом Гомельском парке, который, наверное, напоминает нам о парке здорового человека. Наверное, все могилевчане дико завидуют другим городам, в которых есть парки, особенно такой парк. Это так здорово. Понимаю, это та самая усадьба Лоскевича, если не ошибаюсь. Сохранившаяся и восстановленная. Тут куча парочек. Это мы парочки тоже. И мы парочки. Мы парочка. На каждой лавочке парочка. Это приятно, что не алкаши, а парочки. Ну-ка, часа вечера. Развенели часы. Ох, как же здесь хорошо. Парк просто приятнейший. Какая большая сорока жирная. Самый красивый парк, наверное, который мы увидели. Да, это самый, наверное, красивый парк в Беларуси, который мы видели. Чего ты машешь головой? Возмутительно красивый. Возмутительно красивый парк. На Гелёве такого парка очень не хватает. Одна очень хорошая девушка посвятила нам зайти здесь в парке вот в такую прекрасную кафешку. Называется Прованс. Да, приближаешься к ней и прям сердце радуется от того, как здесь прекрасно и мило. Как здесь круто. О, здесь очень-очень миленько. И очень классный вид. Ты рад? В каждом городе мы пробовали мохито, но вот решили попробовать что-то новое. Мы гонили, мы в ресторане Прованс. И в летних предложениях был какой-то суперкрутой коктейм. Называется «Короличья нора». И бармен выиграл на каком-то конкурсе для русского вместе с ним. Поэтому угрех не попробовать. Ну и еще мы отмечаем последний город в нашем маршруте. Наш вай-раунд-бай. Да. Здесь очень здорово, очень приятно и волшебно. Прекрасное место. И, к сожалению, понимаешь, что даже если собрать все итало-французские кабаки Могилева, не получится вот такое место. Потому что вид. Ну, во-первых, вид, во-вторых, и внутри, и атмосфера. Конечно, Гаран Саркисович, простите, конечно. И пармезан, и Беладжо, они потрясающие, но это все равно. Это другое. Да. Ну что, надо попробовать? Чин-чин. Чин-чин. С поездкой. О. Недовременно и сладкий, и не сладкий, и очень алкогольный, но очень покупается. Нормально. Замечательный вечер. Это была очень крутая поездка. отдыхаем выезжаем из Гомеля город который мы успели посмотреть меньше всего и это значит что мы должны вернуться в этот город уже не хватает ни сил ни денег ни времени нужно ехать дальше нужно ехать домой от самого города остались такие средние впечатления мне не очень понравилось что возле вокзала было грязно в Гродно было намного чище и приятнее к примеру и очень много такого ну советского что ли еще дождь не заставил себя ждать сколько километров до Могилева где-то сто пятьдесят наше путешествие подходит к своему завершению мы уже практически дома и вот мы ехали ехали и наконец доехали скоро выложим все дневники или уже выложили к этому времени все дневники большое спасибо что следили за нами очень-очень приятно это было непередаваемое ощущение проехать вокруг Беларуси и увидеть эту страну такой какой ты ее никогда не увидишь ни по телевизору ни в интернете а все увидеть самим до новых встреч друзья мы вас любим Bye И настало время рассказать о нашем Тида мобиле который нас провел все эти две тысячи километров раньше этого с одной стороны хотел сделать но я был что-то слишком суеверен думаю вот начну расхваливать и у нас что-нибудь случится все таки суеверия в дороге особо обостряются так вот машинка оказалась очень комфортной для такого путешествия 2000 километров проехали без особых вообще проблем ребята из Ниссана подготовили машину настолько что в начале расход был 5,2 затем когда уже дороги стали не такие ровные и прямые вырос до 5,7 в принципе сожгли где-то литров 120 топлива как я подсчитал место в машине очень много для хэтчбека я считаю что достаточно моя умница жена здесь даже умудрялась поспать у нас здесь был холодильник то там даже есть сникерс плед в общем здесь всего всего хватает особо здесь хватает всякого разного барахла который мы еще не успели разобрать машина очень удобная очень удобная в плане своего технического оснащения прежде всего мне нравится что здесь хорошая мультимедиа потому что здесь можно подключиться все от диска флешки до bluetooth телефона громкая связь очень удобно было отвечать в дороге в общем все что нужно особо так как нас преследовал постоянно дождь мы особо я могу похвалить автоматические дворники которые не нужно было постоянно включать выключать все все автоматом работала но я говорю за почти 12 дней за 12 дней я абсолютно не устал прекрасно проехали очень мне удобно было здесь вот тут складывал чеки еще все мы подобьем и опубликуем в отдельном посте вот поэтому если если у вас небольшая машина смело пускаетесь путешествие ничего в этом сложного нету и особенно если вдвоем а если у вас нет машины покупайте nissan ti ну тем более что скоро совсем скоро сентября они уже опять снова возобновляют производство в питере и можно будет купить прекрасную такую малышку с хорошим расходом с хорошей комплектацией а самое главное компактную комфортную и ну блин мне эта машина очень нравится в общем еще отдельно хотелось сказать что у фирмы nissan очень очень выгодные условия сейчас покупки заходите к ним на сайт nissan-mogilev.by и покупайте у них автомобильчики или хотя бы просто придите к ним их посмотреть очень классные ребята всем советую